Время для новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. В Донбассе возобновились полномасштабные бои. Эпицентром противостояния остается Донецк. Только за выходные в городе погибли 8 мирных жителей, около 30 ранены. Под обстрелами также Дебальцево. Там снаряд попал в частный дом. На месте скончался мужчина и его 11-летний сын. Восьмилетнюю дочь контузила. Погибли дети в Углегорске. О горячих точках на Донечине далее в сюжете. В результате обстрела в микрорайоне Семашко погиб мужчина. Об этом сообщают местные жители. В Калининском районе снаряд попал в городскую больницу номер 3. Разрушены помещения терапии и детской кардиологии. Обошлось без жертв. Из медучреждения эвакуируют пациентов. В первую очередь детей. В Донецке нет районов, где бы жители чувствовали себя в безопасности. Снаряды взрываются в самом центре города. Я из окна прям видела выстрелы огненные, летели вверх. Я так и поняла, что это где-то недалеко. Такие выстрелы мощнейшие, мощнейшие выстрелы. Прям били. Дома вот так резонансы шёл по стенам, по окнам. По этому осколку можно определить марку снаряда, откуда он прилетел, диаметр, калибр. То есть сейчас попытаемся его извлечь их сюда. Без света, тепла и воды целые микрорайоны Донецка. Найбольшее разрушение инфраструктуры в радиусе нескольких километров от аэропорта. Засталась нашему сыну. Вот сейчас больница в Калинино. Осколок вытащили ему в спине. Стоял там, курил, там чуть-чуть дальше. И вина отскочила, и вот это ему попало. На выходных боевики взорвали Путиловский мост. Это была основная автомагистраль из центра в аэропорт. Бои за него не останавливаются. На территории Донецкого аэропорта продолжается ведение активных действий позволяющих объектов, которые держатся боевиками. Между тем, боевики так называемой ДНР заявляют, якобы 16 января контролируют Донецкий аэропорт. Представители переговорной группы со стороны россиян говорят о применении украинскими войсками авиации. Обстрелы жилых кварталов города Донецка ведутся штатными подразделениями вооруженных сил Украины. Кроме того, впервые после долгого перерыва была применена бомбардировочная авиация. В СНБО подобные заявления опровергают. Украинская войсковая авиация не працювала по наземных целях. Вчера украинская авиация была готова для эвакуации важко пораненных. Мы про это вчера поведомляли сранку. И этим користовались. Как сообщил советник президента Юрий Бирюков на своей странице в соцсети, этой ночью из Донецкого аэропорта удалось эвакуировать всех раненых и провести частичную ротацию. Четверо мирных жителей, в том числе трое детей, погибли в Углегорске. Как сообщил мэр города Михаил Мартынов, авто, в котором ехал отец с сыном, расстреляла диверсионно-разведывательная группа боевиков. Двое детей, 7 и 16 лет, погибли в результате артобстрела их дома. Это все, что от него осталось. Их 8-летнюю соседку с ожогами и рваными ранами в тяжелом состоянии эвакуировали в Краматорск. Там девочки ампутировали палец на ноге. По возможности произведем ксенопластику, то есть закрытие ожоговых ран, искусственным покрытием ксенокожей, обработка с попыткой, если, так сказать, удастся, закрыть осколочные ранения, они большие, достаточно эти раны. Ну и в дальнейшем, да, это пластики, это большая инфузионная терапия. Утром обстреляли и Дебальцево. В центр города попало около 20 снарядов, говорят в областном управлении милиции. Погиб 12-летний мальчик и его отец. В городе значительные разрушения. Поврежден дом культуры и здание железнодорожного вокзала. Под обстрелами окрестности Мариуполя, села Гранитное и Сартана, сообщают местные СМИ. Информации о пострадавших нет. Из-за возобновившихся боевых действий в Донецкой области обесточено 112 городов и поселков. Еще три дня назад без света оставалось 30 населенных пунктов. Елена Швец, Максим Сикора, Алексей Куделя, телеканал Донбасс. Уже несколько дней подряд не прекращаются бои за поселок Пески. По информации украинских военных, боевики атакуют из артиллерии. В прифронтовом селе побывала Юлия Плесенко. Утренний обстрел градами и небольшое затишье. Боевики не жалеют снарядов, бьют прямой наводкой. Да, блиндажа было метров пять. Смотрю, град идет, взрыв за взрывом. Ну и блиндаж, там все трясется. Нормально. Грады. Ну, тишу, возможно, были бракованы и не разорвались. Украинские военные используют кратковременное затишье, чтобы восстановить силы. Бой за Пески продолжается уже несколько дней. Солдаты рассказывают, им удалось взять под контроль ранее нейтральную территорию вблизи аэропорта. Заходили наши бехи с десантом. Было задание просунуть и отвлекти на себя увагу артиллерии и пехоты деякую. Ну, задание выполнили. Сробилось все нормально. Правда, пошли втраты. Там три бехи сгорело точно. Тем временем армейцы эвакуировали раненых и погибших. Уже к обеду из радиоперехвата стало известно. Затишье боевики использовали, чтобы перезарядить орудие. Мы точно узнаем, что это кадровые российские батареи дальнобийные. Самоходные, Д-30 и Ноны. Юлия Плесенко, Сергей Муас. Специально для телеканала Донбасс. Трое погибших в Горловке. 17 раненых. Среди них дети. Такова официальная статистика последствий обстрелов города. Однако мирные жители сообщают, в минувшие выходные погибли десятки мирных горожан. Таких ожесточенных боев здесь не было с начала боевых действий в Донбассе. В понедельник обстрелы Горловки возобновились после полудня. В минувшие выходные снаряды летели во все районы города. Мощные взрывы гремели в центре. Это Горловка. Утро. Центр города. Простит Ленина. Воскресный обстрел центра начался в 8 часов утра. В выходной день люди шли за покупками. От осколков снаряда на остановке погибли мужчина и женщина. Смотрите. 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 Смотрите все. Смотрите. Это женщина. И человек просто ждал автобус. Тихо. 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 Вера, на шатый. Вера, на шатый. Быстро. Рядом с этой остановкой находится кинотеатр «Шахтер». В здании повреждены окна, стены. В двух метрах разбиты магазины. Сообщается о пожаре в супермаркете «Амстор». Большие разрушения в жилых кварталах. В субботу снаряд попал в многоэтажку по проспекту Победы. Ее жильцы говорят, там погибли два человека. А в одной из квартир дома вблизи местной мэрии погибла целая семья. Двое взрослых и двое детей. Вот это... разве... разве свои вот это могут такое сделать? Обстрелом повреждена многоэтажка по улице Рудакова. Снаряд развил подъезд. По словам местных жителей, ранен ребенок. Мальчик 11 лет, ранение осколочной головы. Вот. При чем здесь дети? Непонятно. Война. Чья? Не объявленная война? Войны нет абсолютно. А почему-то погибают мирные жители. Почему мировая общественность? Ну, я не знаю, как она полностью молчит. Слов нет. Это варварское отношение к людям. Тяжелая артиллерия накрыла и частный сектор. Один дом по улице Академическая полностью сгорел. Горела улица Ленина в центре города. У меня ребенок всю ночь просыпался. Мне казалось, что наш дом ходит. Рудка. Все внутри колодец. Но такого страха уже нет. У меня потом, на следующий день, очень тяжело. После обстрела. А в последнее время, каждый день. Не успеваешь отходить и новое, и новое. Снаряды порвали линии электропередач. В некоторых районах Горловки нет света, отопления, воды. От обстрела произошло возгорание на территории химического концерна «Стирол». К счастью, его успели вовремя потушить. Опасные объекты не повреждены. Снаряды разрывались и в районе Горловского машзавода. Есть попадание в крышу дворца спорта. Осколок. Видно? Угу. Пробита крыша 49-й школы. В здании нет ни одного уцелевшего окна. Поврежден фасад. Снаряды влетели прямо внутрь 79-й школы. Стены в коридорах и классах разрушены. Это не град. Это что-то гораздо серьезнее. Вот это вот то, что к нам влетело. Всего от обстрела в Горловке пострадали 14 учебных заведений. Из-за возобновившихся боев местные власти продлили школьникам каникулы до 21 января. Официальные источники сообщают о троих погибших мирных жителях за минувшие выходные. Однако горловчане в соцсетях пишут, жертв десятки. Илона Свердун, телеканал Донбасс. Власти Луганщины и представители так называемой ЛНР договорились о прекращении огня в дни празднования крещения 18 и 19 января. Однако минувшие ночью гласные договоренности были нарушены. В результате обстрела в городе Горское ранена пожилая женщина. В счастье, снаряды повредили здания автостанции. Также местные чиновники сообщают об обстрелах сел Трехизбинка, Крымская и Тошковка. В связи с постоянными обстрелами, гуманитарный штаб Ахметова сегодня приостановил выдачу продуктовых наборов, чтобы не подвергать опасности волонтеров и мирных жителей, которые должны были прийти за помощью. Все пункты раздачи в зоне боевых действий на один день закрыты. Когда их двери откроются снова в сюжете Виктории Чистюхиной. На входных дверях пунктов помощи Рената Ахметова табличка закрыта. Людей немного. Пришли те, кто не знал, что сегодня пункты раздачи не работают. Я вот уже пять месяцев не получаю пенсии. Ну как дальше жить? За квартиру не плачу, потому что не за что. Приостановить на один день работу пункта выдачи гуманитарной помощи в Донецке и городах-сателлитах вынужденная мера. Вчера в непосредственной близости были попадания мин. Поэтому люди, которые будут пребывать на Донбасс-арену, будут подвергаться в данный момент, сегодня, непосредственной опасности. Допустить этого мы не можем. Продолжают работы пункты выдачи продуктовых наборов в Ясиноватой, Зугрессе, Харциске, Иловайске, Инакьево и Шахтерске. Эта помощь является крайне важной для мирных жителей, особенно пенсионеров. Пенсии нету, зарплаты не дают. Вот, перебиваемся, как можем. Благодаря интенсивным поставкам на складе Донбасс-арены и в пунктах выдачи обеспечен достаточный запас продуктов. На прошлой неделе гуманитар Донецк доставил почти 2000 тонн продовольствия. Гуманитарный штаб готов возобновить раздачу продуктовых наборов, как только ситуация станет менее опасной. Виктория Чистюхина, Данила Киреев, телеканал Донбасс. Экономика Донбасса продолжает страдать от военных действий. Остановлены некоторые крупные предприятия, многие металлургические заводы подвергаются обстрелам. О том, чем это грозит экономике, мы поговорим с директором аналитического центра «Новая социально-экономическая политика» Ириной Акимовой. Здравствуйте, Ирина Михайловна. По данным Донецкой обладминистрации, за время боевых действий сильно пострадала вся экономика региона. И как вы считаете, как это отражается в целом на экономике Украины и к каким последствиям может это все привести? Вы знаете, Донбасс это промышленное сердце Украины. На Донбассе сосредоточено 25% нашего промышленного потенциала, 25% нашего экспортного потенциала, приблизительно одна треть всех инвестиций. Поэтому начало военных событий на Донбассе, безусловно, внесло огромный вклад в падение экономики и промышленного производства Украины в целом. 10% промышленного потенциала Украины практически разрушено. По оценкам Кабинета министров, порядка 18 миллиардов гривен не досчитались в бюджете. Огромное количество предприятий, практически каждое девятое предприятие, либо прекратило свою работу полностью, либо работает на 5-15%. То есть то, что в Украине резко упал экспорт, то, что в Украине к концу 2014 года начался отток капитала, это в том числе результат того, что можно назвать кровавая рана на теле Украины, разрушенный Донбасс. Это территория, которая отталкивает от нас бизнес, которая создает огромные проблемы для огромного количества людей. Посмотрим на последнюю статистику печальную, количество временных, так называемых, перемещенных лиц. Их порядка 800 тысяч. 2 миллиона людей почти потеряли работу, но они находятся на территории Донбасса. А 800 миллионов, 800 тысяч, извините, ищут свою новую судьбу за пределами. Из этих 800 тысяч только порядка 5% трудоспособного населения нашли работу. То есть это огромный комок социальных проблем, огромный комок промышленных, экономических проблем, которым требуется немедленное разрешение. На ваш взгляд, что нужно делать вот сейчас, чтобы в целом не потерять экономику Донбасса? Я думаю, что первое и самое главное условие это мир. Без мирного разрешения этого вооруженного конфликта нет никаких предпосылок для того, чтобы создавать программу восстановления Донбасса, приглашать сюда инвесторов, внутренних и внешних, создавать план восстановления экономики и заниматься сначала восстановлением самой важной жизнеобеспечивающей инфраструктуры, потом думать, каким образом восстанавливать, либо создавать новые рабочие места, какие ориентиры ставить в этом регионе, который пострадал, но теперь должен с новыми силами приступить к развитию экономики. Мир это первое и абсолютно необходимое условие. Второе условие это восстановление макроэкономической стабильности. Что бы ни происходило на территории страны, как бы мы не хотели помочь Донбассу при условии 25% инфляции, галлопирующей девальвации гривны, собрать доноров, собрать инвесторов и убедить их в том, чтобы они пришли и помогли, нам будет очень тяжело. Если боевые действия будут продолжаться, это по всей вероятности так и будет в ближайшее время, чем это может грозить и людям, и предприятиям, которые еще как-то держатся на плаву и работают? Давайте начнем с людей. Для людей это огромная трагедия. Я не говорю только о людях, которым пришлось поменять свое место жизни. Я говорю о тысячах погибших, о тысячах раненых, в том числе из гражданского населения. Это человеческие жизни, которые, к сожалению, война уже затронула, либо их уже возвратить нельзя. А что касается экономического потенциала Донбасса, он зависит от спокойной обстановки, от возможности восстановления и развития. В случае, если будут продолжаться боевые действия, то то, что все еще осталось и работает, по крайней мере на контролируемых территориях, имеет, к сожалению, большие шансы остановиться. Остановиться по двум причинам. Это невозможность обеспечить, например, транспортными путями подвозку необходимых составляющих, комплектующих изделий, либо энергетических ресурсов. Вторая причина – это огромный отток самых квалифицированных кадров, которые растились, о которых заботился Донбасс, которые там жили и работали. И я думаю, что эта миграция трудовых ресурсов тоже может быть невозвратимой. И самое главное – это доверие. Доверие к этой территории, что здесь могут быть остановлены все виды конфликтов, и что бизнес сюда может прийти. Вот это самые главные возможные отрицательные последствия. Ирина Михайловна, последний вопрос. Сейчас много говорят о создании экономической зоны в Донбассе. Как Вы относитесь к этой теме? Я думаю, что сращивание Украины из отдельных кусочков, где очень разные национальные настроения, позиции по тем или другим вопросам, может быть только на основе стратегии децентрализации, развития местного самоуправления, которая должна быть обсуждена в каждом отдельном регионе со всеми его особенностями. Из этого обсуждения уже могут вытекать рецепты и выводы, в чем именно должна проявляться в том или в другом регионе эта самостоятельность. Какие особенности в экономическом поведении субъектов будут выгодны и для региона, и для страны. Эта дискуссия должна идти не сверху вниз, она должна начинаться в самом регионе. Иначе, я думаю, что успеха на ее практическую реализацию не будет. Спасибо Вам, спасибо, что ответили на наш вопрос. Спасибо всем нам, Мира. О том, чем грозит военный конфликт, экономике Донбасса и какие последствия это может иметь для Украины, мы говорили с директором аналитического центра «Новая социальная и экономическая политика» Ириной Акимовой. Я волноваха. Таким лозунгом в выходные жители многих городов Украины вышли на марш мира. Участники акции почтили память погибших пассажиров автобуса на блокпосту 13 января. В Краматорске несколько тысяч человек вышли на марш мира. Люди держали плакаты с надписью «Я волноваха» и перинациональный гимн. Прийми до раю жертв скоти и записи этот шлях кривавый у сатана, чтобы не родил. Накануне акция солидарности с пострадавшими во время обстрела пассажирского автобуса на блокпосту прошла и в самой Волновахе. Митинг памяти состоялся на центральной площади города. Мужчины, солдаты, остановите войну ради нас, женщин, ради наших с вами детей и внуков, ради ваших матерей, жен и невест. Навестил выживших пассажиров автобуса Волновакской больницы губернатор Донецкой области Александр Кихтенко. Решил проверить, насколько эффективна оказывается медицинская помощь и в чем еще нуждаются пациенты. Вы выздоравливаете, я думаю, что мы все сделаем для того, чтобы поставить как можно быстрее вас на ноги и все сделаем для того, чтобы остановить вот эту войну. Автобус на блокпосту под Волновах и осколки снаряда изрешетили 13 января. В результате погибли 12 мирных жителей, 18 получили ранения. Выжившие с ужасом вспоминают тот день. Со мной сидела рядом женщина, и когда вот эта осколки как посыпалась, она такая тупая боль в колено. Я говорю, у меня в колено попало. Эта женщина говорит, и мне, и мгновенно умерла. Начало действия минских договоренностей в Донбассе погибло уже 130 мирных граждан. Данила Царев, телеканал Донбасс. Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. На этом наш выпуск подошел к завершению. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok